вам предстоит плотный ужин вы хотите узнать принесет он вам пользу или вред могу сказать одно вы предусмотрительный человек вы правильно сделали что искали на эту тему видео я благодарен что вы нашли моё вот но вы знаете на моем канале среди нескольких сотен видео наверно больше половины посвящено тому что возникает в организме если неправильно поужинать поэтому если вас заинтересует чуть больше информации вы легко можете подписаться на мой канал стать одним из подписчиков и в любое удобное для вас время посмотреть те видео которые вас будут интересовать а сейчас что именно может принести вам ужин и как его сделать более безопасно ну самая первая опасность начало ужина и вот для того чтобы начало прошло хорошо вы должны за несколько часов до ужина перекусить перекус обязательно должен быть чем это должны быть не фрукты может быть банальный бутерброд может быть тарелка супа может быть какая-то каша это должно быть обязательно потому что если вы больше пяти часов не кушали ваш ваша печень понимая что в крови всегда токсические вещества есть то ли вы их выработали сами то ли вы вдохнули с воздухом то ли вы выпили с водой то ли вы она поступила с порцией пищи или с какими-то медикаментами печень всегда есть что очищать вашей крови и она складирует все это в желстном пузыре 45 часов желстный пузырь заполнен если вы дольше не кушаете он переполняется и стоит вам начать кушать вкусную еду обычно ужин все-таки это вкусная еда желстный пузырь начинает сокращаться сокращается он резво потому что он давно не этого не делал и у вас есть риск обострить ту дискинезии желстного пузыря которая есть у большинства многие знают сходив на узи что у них есть перегибы перетяжки перекрутки какие-то деформации желстном пузыре в протоках вот при сильном сокращении пузыря может появиться боль так кратковременная больно все-таки это боль зачем это нам ситуация может быть и другой знаете если вы часто кушаете вот так вот нерегулярно несколько всего два-три раза в день застой желчи у вас регулярно происходит здесь возникает еще одна ситуация при застое желчи в пузыре могут быть камни причем узи смог их увидеть а мог не увидеть чем некоторые камни растут быстро достаточно всего несколько месяцев и маленький камушек диаметром там 3-4 миллиметра уже готов вот если после приема пищи такого сильного сокращения желстного пузыря такой камушек полетит и вклиниться в шейку желчного пузыря возникнет более тяжелая печеночная колика это боль уже более серьезная и не дай бог если камушек пройдет лучше вот это уже никогда не выпадет желчный пузырь и вы кандидат на операционный стол это серьезная ситуация потому что механическая желтуха которая при этом образуется то очень неприятная ситуация потому что страдает очень серьезно страдает печень печень уже беречь есть еще один риск еще более серьезно удалить желчный пузырь потерять его ладно поели вкусно поели хорошо потеряли желчный еще раз будете осторожней когда камушек попадают шейку желчного пузыря синхронно могут спазмировать сосуды сердца коронарные сосуды неважно есть там атеросклероз не было там атеросклероза спазм сосудов сердца это ишемическая боль это риск инфаркта тут еще серьезнее ситуация потому что ну сердце как желтый пузырь с ним так не поступить тут уже человек тут уже пахнет инвалидностью поэтому вот такой перекус убережет вас от этой группы опасности но это не единственный вариант который был возникнуть при плотном ужине если вы давно не кушать есть еще поджелудочная железа она тоже после последнего приема пищи часов через пять-шесть может угомониться секреции и ждать следующего прием пищи вот если вы поели неправильно начали ужин неправильно если не было перекуса и в начале ужина вы съели те продукты которые скажут чуть позже вы хронический панкреатит можете перевести в острый знаете тут ситуация очень плохая потому что увы смертность от острого панкреатита 85 процентов вот вам неправильная подготовка к ужину оставшиеся 15 тех кто вы жили это кандидаты номер один на сахарный диабет поэтому так поступать нельзя легкий перекус за несколько часов до ужина и вы в безопасности ну для гарантии я вам сейчас скажу продукты которые не стоит использовать начали уже и тогда я больше чем уверен что никаких осложнений не произойдет уже у вас начнется правильно спокойно и хорошо очень сильно стимулирует работу поджелудочной железы и желчного пузыря несколько групп продуктов самое сильное пожалуй алкоголь поэтому ни в коем случае не стоит начинать застолье с алкоголя чуть слабее стимулируют бульоны мясные овощные поэтому не стоит начинать с супчик а еще слабее стимулируют сырые овощи и фрукты поэтому салатики нет стимулирует очень жирные продукты поэтому скажем чемпион по отправлению в хирургию салат оливье тоже с него не стоит начинать ну пожалуй это самые главные стимуляторы то есть если вы начнете возьмете там какой-то я не знаю легкий бутерброд там какой-то винегретик с этого начали а дальше кушайте уже ту еду которую вы хотите вот в этой ситуации уже начнется для вас ну самым безопасным путем что дальше потому что это далеко не все если в начале еды у вас не будет вот вы можете съесть винегретик дальше вы должны упали несколько ложек столовых там много не нужно дальше чтобы можете кушать обязательно вы должны положить после этого мясо рыбу птицу то есть какой-то источник белка для чего вам это нужно белок переваривается относительно долго всасывание продуктов пищеварения в кровь будет происходить относительно медленно и вас это бережет от нескольких ситуаций быстрое всасывание продуктов пищеварения в кровь резко увеличивает уровень сахара в крови уровень холестерина липидов крови знаете один мой пациент случайно провел такой тест я рекомендую вам тоже провести такой тест уже не случайно преднамеренно знаете он сдал анализ крови на биохимию после просто после завтрака просто хорошего плотного завтрака вы знаете он очень серьезно испугался когда сахар взлетел с 10 когда холестерин вместо 5 это верхняя граница нормы поднялся почти 15 то есть у него было шок как что с моим организмом анализы просто так делаются натощак и утром то есть чтобы порция пищи которую вы съели вечером за вчерашний день с гарантией переварился и показать исходное состояние работы вашего организма но я вам рекомендую сделайте разок только понимаете что все показатели будут очень серьезно завышены чтобы просто понимали что обильный прием еды он достаточно серьезное испытание за всего вашего организма и чем чаще вы это будете делать чем чаще вы будете испытывать не закалять не тренировать именно испытывать терпение возможности своего организма поэтому ну попробуйте разом так что еще может быть ну конечно плотный ужин понятно это объем вот что дает объем еды да вы съели стакан у вас в желудке образуется как минимум еще стакан потому что слюну вы глотаете слюна попадает желудок это объем желудочный сок тоже примерно такой же объем будет то есть каждый прием пищи только в желудке увеличивается примерно в два а то и больше раза это уже испытание почему потому что желудок растягивается растяется не только вши он начинает подпирать диафрагму ограничивает экскурсию диафрагмы и кому здесь становится не совсем хорошо люди с всд люди с гипертонической болезнью с ишемической болезнью сердца с кардиосклерозом уже имеющие какие-то стадии ожирения им становится не очень хорошо кстати если у вас есть такие друзья в социальных сетях среди ваших знакомых вы легко можете нажать кнопочку поделиться с ним этим видео чтобы они тоже узнали что для их здоровья очень важен объем пищи не зря кардиологическая диета стол номер десять по перзнеру это семикратный прием пищи маленькие порции на 7 раз день каждая порция пищи изменяет объеме вязкость крови и вопрос чем больше объем тем больше нагрузка на сердце и на сосуды испытание вот для тех как минимум для тех заболеваний которые я обозначил но вы знаете объем пищи испытывает возможности и относительно здорового человека просто абсолютно здорово все ли просто не существует поэтому тут нужно очень понимать вот эту всю ситуацию некоторые для того чтобы объем пищи немножко утрясти начинают танцевать знаете в принципе я не против танцев танец должен быть обязательно парни танец должен быть спокойный и танец должен быть в этом случае при плотном хорошем контакте вы помните что вы делали ребеночку когда он плакал когда у него плохо переваривать пищу вы выбрали шерсть привязывали к животику ватку привязывали согревали его животик улучшая пищеварение когда вы танцуете парный танец и ваш партнер плотно находится рядом с вами вы оба улучшаете себе пищеварение а не только настроение только какие-то симпатии оказываете друг другу больше того если танец вы еще будете немножечко так это знаете не просто как бревно танцевать а делать такие движения вы еще лучше улучшаете себе пищеварение поэтому я рекомендую только медленные танцы только вы включили опак или какой-то другой резвый танец вы знаете вы испытываете возможности своего сердца и сосудов потому что часть пищи находится в желудке да вы где-то там утрясаете а часть уже в крови объеме вязкость крови дали вы дали сильную нагрузку вы опять таки испытываете сердце и сосуды ну если у вас плотный ужин не где-то в общественном месте а в домашних условиях знаете тут сразу выпадает из продолжение ужина вот такой интересная ситуация как секс заниматься любовью после плотного ужина очень большой риск потому что это достаточно тяжелая физическая нагрузка испытывать возможности сердца и сосудов не стоит шаттеросли рост сегодня у мужчин стартует застилье после плотного ужина мужчина может проверить свое сердце на наличие ишемической болезни примерно то же самое можно сделать в принципе женщина потому что у них атеросклероз начинается с 35 лет очень серьезная ситуация поэтому знаете плотный ужин в принципе исключает секс исключает занятие любовью и в принципе где-то будет ограничивать это рождаемость поэтому нужно очень аккуратно к этому тоже взвешено относиться потому что ну тут возможны еще и другие проблемы если регулярный плотный ужин мужчины ведет застойную простатиту а простатит это в принципе номер один у мужской импотенции мужчина пошел одним путем лишенная мужского внимания женщина и он другим путем не увеличивается появляется дисгормональные нарушения такие как мастопатия фибромиома эндометриоз появляется целый комплекс проблем который в принципе ну плотный ужин ограничивает но если вы ограничите ужин сделать его не очень плотным то вы получаете эти бонусы принципе тоже очень хорошо если плотный ужин был за час-два до сна и вы легли спать здесь возникает еще одна ситуация если за ужином был у вас кефир были какие-то овощи фрукты были супчики были кашки принципе это не тяжелая пища которые за несколько часов способна легко перевариться и без особых проблем усвоиться то есть особых проблем вам это не создать если же за ужином час-два-три до сна было белое мясо белая рыба птица а не дай бог еще красное мясо свинина говядина там телятина конина баранина они не успеют перевариться ко времени сна и возникает очень серьезная ситуация с одной стороны идет процесс гниения в кишечнике и в кровь уже попадают не продукты пищеварения которые вам нужны положили то их ради того что получить белки и получить аминокислоты чтобы они помогли работе вашей печени сердцу мозгу иммунную систему поддерживали любая система она зависима ее работа от аминокислот не хватает аминокислот все система не работает если пища не успела перевариться и добросовестно переварит патогенные бактерии а может быть и паразиты которых вы чаще всего их удаляют относительно редко европе советуют удалять паразитов в наших условиях в наших условиях гиены на советском пространстве два раза в год как часто вы удаляли эти паразитов или они живут в вашем организме потому что часть паразитов перемещается на пылевых частицах можете 200 раз мыть руки день вдыхаете воздух уже получили каких-то паразитов часть перемещается просто с сырой водой можете таким образом запустить свой организм часть перемещается на сырых овощах и фруктах которые тоже многие виде салатиков используют считают что это здоровая пища пойдите и отмойте пойдите и сделайте безопасной в плане бактерий паразитов но часть попадает потому что не все продукты питания готовятся чистыми руками вариантов масса поэтому периодически я советую вам удалять паразитов если вы не знаете как вы видите мои контакты можете по ним легко обратиться я вам подскажу как это сделать безопасно использовать для вашего здоровья если процесс пищеварения все-таки произошел и все усвоилось вот это все усвоилось увеличивает объем и вязкость крови если вы съели кусок мяса или рыбы там за 45 часов до сна до его нет пищеварительной системы но белки находятся в крови увеличивается вязкость крови после белковой пищи хочется пить появляется жажда жажда говорит о том что просто белок утащил на себя слишком много воды и вязкость крови увеличилась если человека есть вот те заболевания которых я уже говорил и это сосудистая дистония ипс чексклонинг депрессии если атеросклероз есть гипертоническая болезнь есть кардиосклероз есть разные стадии ожирения и человек еще и храпит вот это все вместе усугубляет ситуацию но очень серьезно каждый фактор в отдельности все вместе они влияют на вязкость крови и а вязкость крови испытывает возможности сердца и сосудов и вот здесь понятно почему кардиологический риск частота инфарктов и инсультов ночное время максимально с часу до трех ночи в это время пик увеличение вязкости крови который проверяет выдержали в этот раз сосуды и сердце эту нагрузку или не выдержать если выдержали чек проснулся если не выдержали фарт инсульт или просто остановка сердца знаете это очень серьезный риск для здоровья плотный ужин должен быть оптимально плотно потому как тут ну вы знаете тут же можно ни о чем не думать уже ситуация может внезапно и очень не хорошо закончится если вы плотным ужином используете возможности своего организма испытываете неоднократно воды и десятилетия чем это может отразиться где это может отразиться продукты гниения ну когда они идут из кишечника в кровь лучшем случае вы просматриваете астрономические сны вам что-то снится не то вы встаете утром не выспавшись встаете с отеками на лице ставить с плохим настроением стоять и без аппетита без работоспособности все это все да все такие мелкие брызги пусть это ладно господи выпил кофе там на работе перекушу и все будет порядке очень серьезно рисковали перед этим больше вот это эндогенная интоксикация как отражается на вашем здоровье отражается очень серьезно на внешнем виде не только отеки по утру это может быть солевой диатез то есть песочек почка который постепенно будет превращаться в мочекаменную болезнь то есть камушки в почку параллельно развивается цистопиелит или пилонефрит а пилонефрит это номер один по хронической почечной недостаточности это причина номер один а солевой диатез периодически выходя в виде солей обостряет цистит простатит уритрит а простатит вы помните это номер один по импотенции знаете рисков достаточно много минимально чем отделывается скажем так мужчина но начинает дольше умываться потому что просто выпадают волосы вот когда волосы идут вот здесь выпадать залысим начинается вот здесь и передняя часть волос фактически исчезает или становится достаточно редкой это говорит о том что белковых токсинов слишком много в организме и почки не выводят они могут вывести поэтому токсины остались крови и волос живет меньше чем положено не 3 8 лет живет месяц и выпадает чаще новые волосы не успевают вырастать выпадают точно так же часто и появляется тут вначале редколесия потом облысение это очень хороший индикатор того что почки не выводят полуценно те токсины которые образовались в этом организме нужно что-то менять системе питания нужно соотносить количество употребляемого белка количество употребляемой жидкости не воды жидкость что вода не помогает выводить белковые токсины это очень медленный двигатель в этой системе значительно быстрее двигаются различные жидкости соки компотики супчики чайки вот это нужно правильно комбинировать белковой пищей тогда проблем не будет тогда волосы если там остался пушок он превратится в реальные волосы конечно если там уже ничего нет зачатка волос нет ну тут уже никуда не денемся много не нарисуем только пересаживать дальнейшее развитие ситуации до белковые токсины ходя из крови это узловой токсический зов это поражение мышц это поражение суставов уча ли это артриты потом это артрозы потом параллельно развивается остеохондроз позвоночника то есть куча проблем возникает вот связи с этой ситуацией если вы не знаете какой объем ужина должен быть наши предки говорили что плотный ужин должен быть максимальный объем это две плотно сомутых ладошки без горки ладошки ваши у кого ладошки побольше ну тот может поплотнее уже здесь потому что размеры тела у него больше у кого ладошки поменьше он съест поменьше вот поэтому я так думаю что вы должны понимать что все таки плотный ужин то это здорово вы хотите получить больше удовольствия ну так держите пищу дольше во рту ведь фактически удовольствие получаете от еды пока она находится во рту на языке вы взяли какую-то порцию не берите сразу ведро возьмите маленькую порцию положили в рот посмакуйте понаслаждайтесь пока вы наслаждаетесь да не вы наслаждаетесь мозг наслаждается ему это нужно фактически вкус пищи нужен только там объем пищи он испытывает вашу пищеварительную систему сердечно-сосудистую систему если все сработало хорошо то вы видите растущие габариты потому что пища до переварилась до усвоилась накопилось тех заветных местах потому что вы помните еще одно выражение который нам дали наши предки полежи после еды чтоб жирок завязался после плотного ужина как правило наступает то самое полежи то есть нужно поспать и жирок завязывается легко и просто а потом от него избавиться можно если вы хотите безопасно избавиться можно различными экстремальными путями да не вопрос просто снижение веса ограничительные диеты не вопрос все прекрасно если перед этим вы не активировали свою печень и помогли активно выводить из крови то что выйдет из жировой ткани развивается жировой гепатоз если там еще было много токсинов развивается стеатогепатит две ситуации при которой печень просто перестает работать эффективно вы получаете рикошетом еще кучу болезней поэтому если вы хотите безопасно снижать вес с учетом того комплекса болезни которые вы имеете и одно оптимальное реальное регулярно но самое главное безопасно вы видите мои контакты вы опять таки можете по ним легко обратиться и получить для себя индивидуальную программу как выходить из того неприятной ситуации в которую вы попали ну наверное в этом видео я сказал достаточно много в пользу того какой должен быть ужин для того чтобы вы получили максимальное здоровье ну если вам это видео понравилось вы можете отметить вот здесь здесь находится кнопочка можете нажать плюсик и отметить это видео как понравившиеся если вы считаете что это видео могут просмотреть ваши друзья и знакомые не вопрос вы можете нажать на кнопки социальных сетей отправить им пусть они тоже посмотрят потому что вы знаете очень многие люди рискуют очень часто появляются некрологи знаете вот смотришь да там человек ходил здоровый все было здорово лоб висит некролог почему он перегрузил свою пищеварительную систему он перегрузил свою сердечно-сосудистую систему потому что внезапная смерть это смерть чаще всего кардиологическая когда на фоне полного здоровья человек внезапно умер а кардиологическая смерть проверяется очень легко и просто тут неважно даже исходное состояние сердце и сосудов тут важно один раз жизни всего один создать экстремальные условия для работы сердца и сосудов человек с сердечной недостаточностью он знает что для него экстремально пройти быстрым шагом там допустим 100 метров или подняться два пролета по лестнице а человек абсолютно здоровый для него тоже экстремальная нагрузка будет на 20-м километре или на 50-м не важно на какого главное понимать что если тебе тяжело твоему сердцу тяжело то неважно какая цель перед стоит перед тобой ты должен дать своему организму отдых должен уменьшить нагрузку ты должен перейти в состояние восстановления когда ты сможешь повторить такую нагрузку еще не один раз если же ты через не могу попытаешься выполнить нагрузку вот этот через не могу чаще всего заканчивается один раз жизни и хорошо если вы верите в реинкарнацию вы в следующий раз придете и будете более рационально относиться к своему собственному здоровью и к своей жизни поэтому берегите свое здоровье вы знаете я много своих статей в интернете заканчиваю словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения вы знаете крепкое здоровье вам подарили родители а разумные отношения это уже от вас если вам нужно больше информации если вы уже подписались на мой канал пожалуйста если еще не подписались подпишите у меня достаточно много видео которые помогут вам в конце концов смотивироваться и понять что самая большая ценность это ваше здоровье и ваша жизнь и кроме как вы сами мало заинтересованных лиц в том чтобы вы жили дольше и лучше и самое заинтересованное лицо даже ваши кровные родственники ваши родители ваши дети они в меньшей степени заинтересованы вашей жизни чем вы сами поэтому берегите свою жизнь думайте о том как правильно питаться а больше информации я могу дать в своих других видео я могу интересна вам спасибо за ore на всю жизнь я думаю я буду говорить о том что я так заинтересованно это непрередая я очень интересная я очень интересный